привет друзья хочу сегодня с вами проехать немножко покататься я уже еду возвращаюсь из ньюпорта просили меня помочь там нужно было человеку выбрать краску я ездила отвозила человека вот а сейчас приехала взяла хлеб сейчас поеду кормить лебедей своих посмотрите впереди великолепный вид на пролив соланд и на наш портсмасс на той стороне который находится шикарный вид вот я выехала в центр райда мы с вами тоже здесь уже были много раз но сейчас сейчас я поеду постараюсь найти место где-то опять с парковкой проблемы как я говорила вам много раз мало того что она платная но вот здесь мне здесь место есть видите парковка здесь она очень дорогая а потом это далеко я постараюсь найти все-таки парковочку бесплатную вообще сегодня был интересный такой случай первый раз я ехала и вдруг смотрю мне мигает фарами впереди едущая машина мигнул несколько раз я так удивилась думаю что такое знаете у нас обычно так мигают вот когда что-то какая-то опасность кто-то там из гаишников стоит знаете караулит скорость проверяет или еще что-то у нас обычно всегда предупреждают вот мигают фарами а здесь вот я 10 лет живу почти я вообще такое увидела первый раз чтобы мне замигал кто-то предупреждая вот я думаю что ж это такое интересно и проезжаю я дальше и смотрю точно стоит в кустах стоит в кустах гаишная машина которая там установлен у нее вот этот вот спидометр спидометр или как он там и вот мерит меня предупредил англичанин первый раз за 10 лет я такое увидела хотя там эти часто очень стоят тут и спид камеры стоят и эти спидометры стоят во многих местах тут это знаете тоже все присутствует чтобы штраф какой-то выписать это себя не заставить долго ждать этом если что-то вы хотите получить то вы будете там ждать я не знаю месяцами а вот если не дай бог на парковке вам назначили штраф он приходит буквально в течение трех дней почта английская ходит очень хорошо очень хорошо английская почта royal mail называется здесь вот она конечно функционирует великолепно и все если по англии какие-то письма или открыточки или посылки это все приходит в течение суток друзья но посылки может быть если вы отправляете вторым классом там дешевле платят некоторые экономят тогда будет идти она дня три-четыре ну в общем англия это тоже в общем довольно таки большая страна как вы понимаете поэтому три дня дай бы бог нашим в почте россии так работать потому что я знаю что у меня сколько раз теряли посылку и даже однажды я по моему тоже вам рассказывала что я поздравила сестру свою давно еще было несколько лет назад я ее поздравила с рождеством с новым годом послала открыточку в конвертике ну естественно ничего они ни к рождеству ни к новому году не получили а потом мне сестра звонит и говорит слушай сегодня такой был анекдот а я еще положила туда немножко денежки думаю ну блин лучше бы я не клала эту денежку наверное из-за этой денежки и кто-то забрал и эту мое письмо бывает такое вот и я ой как какой нетерпеливый я еду медленно и меня прям они о некоторые вот знаете все чаще и чаще встречается такое что уже начинают вредничать уже начинают подрезать тоже сигналить раньше такого не было а сейчас вот вот уже встречается так вот и значит этот этот вдруг сестра мне звонит к восьмому марта представляете три месяца прошло восьмого марта и она говорит ты представляешь я открываю ящик почтовый а там от тебя письмо прямо день в день к восьмому марта я еще думаю какая галина молодец прямо на как она прям подгадала поздравить к восьмому марта прислала открытку и говорит потом смотрю это открытка какая-то вся замусоль вернее конверт весь замусоленный весь такой грязный в какой-то знаете в воде там или где-то какие-то он там перепитие попал как та сумка почтальона знаете утонувшего и она открывает открывает эту это письмо мое а там поздравления с рождеством и с новым годом мы хохотали с ней я говорю тань ну хорошо хоть ты получила окно к восьмому марта получается сразу я двух зайцев убила то есть поздравила тебя и с рождеством с новым годом а тут теперь еще и с восьмым марта получилось вот так но это конечно это конечно ошибка была не английской royal mail почты я так думаю что это когда пересекает границу к нам в россию и там все это теряется пропадает непонятно где странным образом и концов не найдешь хотя вот вы знаете опять же в любой бочке меда есть ложка дюкся я ее сейчас вам расскажу я занималась я же занимаюсь поделками и продаю свои все вот эти вот изделия которые я делаю продаю через ebay продаю через байтбэй то есть через интернет по сайтам и вот через ebay я довольно много там продавала ну таких в общем знаете таких колечки золотые я продавала я тоже вам говорила как я это делала я покупала их как лом на аукционах подешевле конечно старалась купить перекупала потом я их чистила чистила блестила специальными растворами мыла и это самое перепродавала иногда даже там и камень очистила очень сильно перепродавала и какие-то деньги были мне так вот что хочу закончить я уже приехала на берег сейчас пойду так вот однажды я подхожу на royal mail сдавать в окошко там сидит женщина какая-то странная знаете но она не англичанка судя по всему хотя ничего не знаю я не буду говорить уже так короче женщина сидит на приеме и я ей да подаю а я положила в такой знаете конверт специальный вот с пузыриками с этими чтобы потом в коробочку это кольцо чтобы не дай бог там ничего не повредилось но в обычном конверте просто защищенном и я подаю ей она говорит какой я говорю второй класс потому что я почтовые расходы беру на себя и мне не хочется чтобы у меня это какие-то мои маленькие деньги все-таки были побольше вот сэкономит называется второй класс ну второй класс во сколько вы оцените что у вас там я говорю я хотела сказать знаете да просто там безделушка какая-то а потом возьми да и скажи я говорю да у меня там вообще-то ювелирное изделие вот кольцо она говорит ну так если драгоценное кольцо надо оценивать посылку большую ну большую сумму ставить да то не дай бог я говорю да нет ничего такого никогда не было я не буду оценивать потому что это влияет на цену там сразу если так вы платите 3 фунта за доставку а так вы сразу платите 11 фунтов но это очень дорого поэтому я говорю не я не буду оценивать давайте без оценки все и вот это вот она она узнала но я не знаю кто там конечно но в общем короче суть такая что у меня это кольцо не дошло до адресата и куда-то она это моя посылка пропала они мне 3 фунта вернули радостно за мою оплату доставки но сказали что извините бывают такие казусы бывают такие случаи я говорю а нельзя ли отследить вот где там что тоже с ними я позвонила в royal mail удивилась вообще такое было первый раз но они сказали нет этого ничего отследить нельзя потому что она у вас была не оценена а мы за такими обычными посылками не следим и вот такой случай произошел тоже вот здесь вот в англии один единственный раз и именно на моем золотом колечке я потеряла знаете 70 фунтов оно стоило да еще при том во первых я за него заплатила но мне пришлось вернуть когда у меня купили его на ebay мне переслали эти деньги мне пришлось эти деньги вернуть и так же почтовые расходы понесла ну то есть бизнес замечательный так что не всегда бывает и royal mail такое вот ну а я пока ехала как вы знаете я что-то болтаю без умолка чтоб вас чем-то повеселить а так я пошла пошла гулять по берегу по своему сегодня у нас плюс 12 ночью было холодно вообще 4 градуса но в общем так похолодало немножко скажем так это у нас сегодня 30 апреля друзья ой сори а на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго увидимся берегите себя смотрите рекламу не забывайте всего вам доброго пока пока пока